Алексей Исаев. Книга. Харьковский узел. Приобретайте во всех магазинах страны. Издание Политикова заявляет, Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. И сейчас непроверенная информация, но тем не менее, я думаю, что стоит ее тоже озвучить. Это то, что говорят, что в июне НАТО уже вступает на Украину, и якобы уже есть какой-то секретный указ о том, что будет мобилизация очередных 300 тысяч человек. Опять тоже в мае или еще что-то подписано. У нас, да, в связи с этим подготовка идет. И вот все это вместе, вот давайте порассуждаем, насколько вот эти сроки, июнь месяц, май месяц, вообще к чему нам готовиться? Ну, про мобилизацию я бы сейчас говорить не стал, потому что, во-первых, непроверенные данные такого рода, они сеют. Все, так сказать, неуверенность и панику в нашем обществе, это совершенно ни к чему сейчас делать. Очень похоже, что это фейковый документ, но тем не менее. Это фейк, это фейк в чистом виде, хотя бы просто потому, что у нас добровольцы сейчас с избытком. У нас просто с избытком добровольцев, это раз. Во-вторых, если брать по соотношению сил сторон, кто сколько чего может выставить, то все эти страны НАТО, которых перечислили, там Польша, Франция, может Германия, они могут выставить в лучшем случае 150-тысячный корпус вместе взятых. Все. Для решения задания, это столько, сколько имела группировка ВСУ перед началом так называемого контрнаступления. Это не является чем-то фатальным и серьезным. Поэтому главное, что принесет НАТО в случае своего вступления в войну гипотетического, это возможность ведения воздушной войны против России. То есть это придется поднимать всю натовскую авиацию, собирать с НАТО где-то группировку хотя бы 500-600, а может и 1000 самолетов, и вот такой группировкой бросаться на Россию. Вот примерно так. Но для отражения воздушных ударов нам не нужно проводить мобилизацию, нам нужно просто перегруппировать средства противовоздушной обороны, истребительную авиацию на направление главного удара и вести противовоздушный бой, противовоздушную операцию. Поэтому это блеф, это по поводу мобилизации, это на данном этапе, это не что иное, как фейк стопроцентный, причем фейк вражеских сил, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в России, особенно в преддверии их выборов. Но надо понимать, что если, конечно же, пойдут и США, пойдут и НАТО, пойдут в составе НАТО Турция, выставят свои контингенты, вот это все пойдет, миллионную армию соберут, ну тогда и нам придется такое же делать. Тогда придется проводить мобилизацию. Но пока до этого еще как до Луны. И это сейчас абсолютно нереально, просто нереально. Но тем не менее, вопрос о вступлении НАТО встал. Причем Макрон даже назвал вещи, когда война-то войдет в этот конфликт, когда Россия выйдет к Одессе. Или Киев. Или Киев. Почему к Одессе? Или Киев. Киев, понятно, это столица. А Одесса – это отрезание Украины от моря, соединение с Приднестровьем, Новороссия – наше, Черное море, суббережье – наше. И шансов ввести войну против нашего черноморского флота у них нет никаких после этого. Почему сейчас об этом пошел разговор? Пошел разговор по двум причинам. Первая причина состоит в том, что войсовы полностью развалились. Более того, значит, в условиях, когда наша армия демонстрирует предельно осторожные действия, предельно осторожные действия, не ведет наступление крупномасштабное, хотя легко сейчас могли бы это сделать, но уже видно, что они просто бегают. Например, Часов-Яр – это очень важный опорный пункт. Он был тыловой базой для всей передовой зоны обороны ФСУ на юго-востоке. И после падения Авдеевки мы подходим сейчас к местечку Часовой Яр. И это уже дальше вторая полоса обороны, это Кременная, Славянск-Краматорск, но она уже не настолько сильно укреплена, как были вот эти вот передовые. Поэтому понятно, что все сыпется. Разговоры о том, что они начнут контрнаступление, идут. Но какое контрнаступление? Как они сказали, контрудары? А контрудары сейчас идут, да. В одноидельных местах пешком под артиллерийским огнем нашим небольшие группы ВСУшников пытаются что-то сделать. Их уничтожают. Все. То есть не то что оперативно, даже тактических результатов быть не может. В этих условиях Запад начинает шантажировать. Это вот тот самый шантаж. И вместе с тем реально готовиться к тому, что если ВСУшный фронт друхнет, то что-то надо делать. А разговоры о том, что Зеленскому уже начинают готовить отходные, чтобы он бежал куда-то за бугор, уже пошли. Уже пошли. Так что вот эти все моменты, они уже есть. Как данность. Как пойдет? Вот, пожалуйста, с Залужным. По всей видимости, Залужный объявил себя непригодным к военной службе, якобы. До этого он был пригодный, а сейчас непригодный. Это обусловлено тем, что, видимо, по всей видимости, он человек, который не способен на жесткие решительные действия и политическую борьбу. Ну что ж, каждому свое. Пусть воюет. Будет там сидеть. Послом Великобритании. Да, интересно, был послом Великобритании его командный начальник, министр обороны Резников. Куда он делся, интересно. И то, что сейчас начинается будирование вот этого всего вокруг ввода войск НАТО, это идет морально-психологическая подготовка к тому, чтобы введить войска НАТО туда, на территорию края. А может быть, это преддверие переговоров, и каждый свою позицию занимает? Что думаете? Естественно, все в комплексе. Это все в комплексе. Но это идет морально-психологическая подготовка к возможному вводу войск НАТО. Но надо иметь в виду вот что. В Российской Федерации, я служил в Генеральном штабе, и это хорошо знаю и помню. При всем том, что нам насаждали, что мы должны воевать, в высокоманевренной войне, никто вопросы подготовки к введению войны с высокотехнологичным противником не снимал. И во всех наших разработках и в 90-е, и в нулевые годы мы рассматривали в первую очередь это Запад. И ориентируясь именно на Запад. Соответственно, мы строили свои вооруженные силы, теорию и практику. На экспедиционные силы, вот такие как Запад, мы даже не рассматривали. У нас даже структура флота, структура наших ВВС, структура наших сухопутных войск, включая воздушно-десантные войска, ориентированы были на ведение войны с высокотехнологичным противником по защите своей территории. Что было определено в доктрине? Даже доктриня наша такая была. У нас мы говорили, что... Вот у нас в доктрине забито, что и в основу госполитики в сфере ядерного сдерживания, что если стоит угроза утери нашей территории, не чисто там интересов за Бауром, а нашей территории, вот тогда мы применяем ядерное оружие. А у них другое. Под что строился вот эти вот авианосцы Великобритании? Под что строились авианосцы французские Мистрали? Под войну с противником, у которого нет средств воздушного нападения. Ну, что за авианосец, у которого в качестве средства обороны, или универсальные десантные корабли Мистрали, у которого в качестве средства обороны две пушки типа Бушмастер 25-миллиметровые. Да это вообще ничего. Они даже иной ракет забить не могут. То есть это вот пришел, побомбил, ушел. Вот такая логика. Причем и F-35, вот эта машина хорошая. Но у нее же ЭПР, эффективная площадь рассеивания, маленькая, только в передовом секторе. Причем, когда он идет с маленькой эффективной площадью рассеивания, у него всего 4 ракеты под брюхом висит. Что такое 4 ракеты? Два выстрела, две двухракетных залпы, и все. Потом он без оружия. А в боковую проекцию-то его все видят. То есть это расчет на что? Вот есть ПВО, не очень совершенное. На нее пошли, ее подавили, и тогда без потери ушли. А есть ПВО совершенное, многослойное, многоэшелонное. Он вошел. Флобовую проекцию, может, даже не увидели, зато сбоку долбанули. И все. Вот какая история. Поэтому они не готовы к ведению такой войны. Не в теоретическом отношении, не в морально-психологическом. Можете себе представить вот тех ребят, которые служат, скажем, в том же Бундесвере или в той же американской армии, которые пришли туда в качестве контрактников, что они пойдут по копы, по пояс в ледяной воде, как сидели украинцы, и будут сражаться. Я как-то себе слабо представляю. Особенно с учетом того, как нейронизировали общество, ЛГБТ и так далее. Как, что показало, что показало тоже Ирак и Афганистан. Особенно в Афганистане. Абсолютно не способны к ближнему огневому бою. Почему они проиграли войну в Ираке и в Афганистане? Не проиграли ни одной операции. Все прошли операцию успешно, кроме одного. Они решили задачу контроля территории. А контроль территории это ближний огневой бой. Когда исходишься один на один, вот он враг. Ты успел его убить, хорошо. Не успел, тебя убили, все. И это вот в душмане, вот где-то вот в таком вот все. А каждое сельцо не снесешь. А если даже и снесешь, там в каком-то районе сельца, ну и что, получил пустыню. Зачем она тебе? Вот о чем идет речь. Поэтому мы могли решать задачу удержания территории в том же Афганистане. Если бы мы, значит, оттуда не были выведены предателем Горбачева и подонкам Ельциным, то, смею вас заверить, был бы там кармаль и потихонечку все устаканилось бы. Американцы же бежали из Афганистана. Причем ведь афганским маджахетам-то уже в отличие от тех маджахетов, которые воевали с нами, никто не помогал. Они уж, как говорится, на том руль, что есть, захватывали, воевали. Поэтому они не готовы в морально-психологическом и теоретическом отношении. Да, они могут войти туда, но это, если туда войдет и станет вопрос разгрома этой армии, то тогда станет вопрос о применении ядерного оружия. То есть они пойдут на применение ядерного оружия. И, собственно, Макрон, в каких-то вот сейчас бежит такая информация, что Макрон заявил о том, что в случае, если что, Франция готова пойти на применение ядерного оружия. Но тут я хотел бы напомнить господину Макрону и всем французам одну очень простую и очень наглядную истину, что в ядерной войне имеет значение только два фактора. Площадь страны и количество ядерных боеголовок. И все. Население, моральный дух, промышленность, способность и готовность сражаться за ЛГБТ-шные ценности значения не иметь ровным счетом никакого. Так вот, если брать по Польше, по Германии, там где-то порядка 40 ядерных боеголовок, Франция, если брать по размерам, сопоставим с Германией. Вот это они должны хорошо понимать. Что такое 40 боеголовок? Это всего 4 ракеты с ракетной подводной лодки, дельфин. И все. Полчаса и Франции нет. Вот они должны хорошо понимать. Франция по размерам, пусть посмотрят на карту, чуть больше Московской области. Поэтому размахивать ядерной дубиной господину Макрону не стоило бы. Но я так понимаю, что как Пашинян, Макрон, Шольц, вот эти вот самые... Кто там у них? Джеймс Хиппи. Если мы говорим про министра, замминистра обороны, который я упоминал. Нет, это замминистра обороны. Я имел в виду этого самого... Министр премьера этот самый... Сунок. Сунок. Да, да. Вот. Все эти ребята, они... Судьба своих народов глубоко до фонаря. Они могут пойти на любое преступление против своих народов, втянуть мир в любую войну, потому что эта публика, которая не знает, понятен, не имеет представления об ответственности. Она не имеет представления о смысле своего существования на этом посту. вот. Поэтому они толкают мир вот в эту катастрофу. И если, скажем, во времена Первой и Второй мировой войны еще какой-то смысл во всем этом был, то теперь нет. Никакого смысла нет. Но я хочу предупредить всех этих господ об одной интересной вещи. Если все произойдет, то, конечно, судить будут. Нюрнгер-то будет в обязательном порядке. Вот. Но этот нюрнгер будет уже не над генералами и политиками, а в первую очередь над теми, кто этих генералов-политиков ставил на должности и кто определял им цели. То есть вот на этой транснациональной элите. Вот над ними будет суд. И суд будет не только за эту войну, а за все предыдущее, что они творили в истории человечества, начиная со Средних веков. Я так думаю, должно быть. Вот. Потому что нет более людоедских сообществ, как все эти королевские династии и прочие князья с графами. Алексей Исаев. Книга. Харьковский узел. Приобретайте во всех магазинах страны.